В Югре может появиться новый туристический бренд, а также маршрут для путешественников. Это вершина Регули на Приполярном Урале. Накануне сотрудники Музея природы и человека и Эстонского национального музея вместе с художниками и волонтерами со всей России вернулись из экспедиции. Несмотря на непогоду и экстремальные условия, ливни и сильный туман, 12 путешественников покорили высоту в 1682 метра. Провели научные исследования и пообщались с местными жителями. Отмечу, восхождение прошло под знаком 200-летия венгерского исследователя Антала Регули. Он жил в 19 веке и занимался изучением истории и культуры коренных малочисленных народов Севера. Что символично, возможность подъема в гору у экспедиции появилась именно в День коренных народов мира. Теперь ученые, художники и волонтеры планируют рассказать о своем путешествии на югорской биеннале и творческих выставках. Выезды из самого Саранпауля, то есть снесены все переправы, и выбраться не представлялось возможно. Но так как мы работаем на территории приполярного Урала уже больше 15 лет, мы знаем, что горные реки, они отходчивы, они могут быстро подняться и быстро упасть. Поэтому все-таки было принято решение выезжать и на месте смотреть, как будет дальше развиваться ситуация. Ситуация некоторое время нам не позволяла выйти в горы, но для нашей, например, эстонской части делегации это сыграло большую положительную роль. Пока мы находились в самом Саранпауле, в сельском поселении Саранпауля, получилось поработать и в самом Саранпауле, и в населенных пунктах, которые находятся рядом. Вот что меня поразило. Вот такие вещи. Это не отбито где-то ледорубом в горах. Это просто лежало во мху, ну высоко, конечно, под ногами. Поразила природа приполярного. Это невероятное богатство нашей Родины, нашей России. Такое желание поделиться этой красотой, рассказать обо всем. Но это не единственный камень, просто это для меня удивительно. Это горный хрусталь, бурый. Редактор субтитров А.Семкин